В общем, к сожалению, должны как бы сложить то, что есть справа и слева. Но беда заключается в том, что архитектом воспитан так, что он гений. Поэтому в целом, конечно, нельзя, но если дали мне, то можно, потому что я как минимум Лея Курбюзиев. Правда, если сейчас проанализировать архитектурные институты страны, то все больше захватить становится. В Московском архитектурном институте в этом году только 20% мальчика. Остальные девочки. Но главная беда, которая, мне кажется, есть, это что мы сейчас нашу молодежь заставляем жить сегодняшним днем. Вот все, что происходит, а что значит жить сегодняшним днем? Это сегодня-сегодня, завтра-это тоже сегодня, послезавтра-это тоже сегодня. А на самом деле сегодня-это завтра. Потому что то, что мы делаем сегодня, и таким будет завтрашний день. Мне кажется, созрели ли мы все вместе, как общество, понимать ценность на свете, если мы будем жить только сегодняшним днем? Второе считание... Извините, я не хрустил. Вторая проблема, которая тоже есть. А сколько у нас бесхозных памятников? Мы очень долго спорили, нужна ли приватизация. Может ли быть приватизация памятников? Вы знаете, об этом может судить только страна, которая строила социализм. Потому что где это не строили, там все порядка, есть приватизация, а что чья-то собственность. И будь ты английской королевой, бюргером, и даже крестьянином, если ты обладаешь памятником, ты знаешь, что ты можешь сделать, и что с тобой будет, если сделаешь не так, как это положено. А у нас большинство памятников брошены на бедные муниципалитеты. А что могут сделать муниципалитеты с памятниками? Поэтому, мне кажется, за каждый памятник должен быть ответственный. Если это не произойдет, мы будем просто терять наше наследие. Еще одна вещь в отношении нашей элиты. Вы знаете, как-то до нашей элиты уже дошло, что движимое имущество, копия Ван Бога, это не Ван Бога, и это они уже знают. А вот снести московский военторг, да, и построить как бы тоже, как бы тоже. Вот нет у нас чувства камня, чувства запаха истории. И это тоже, к сожалению, наша особенность. Еще одна ситуация. Мы разделили наши города на части. За природу отвечает, соответственно, представитель Московской природы, например. За культуру отвечает представитель, соответственно, другого ведомства. И все это называют охраняемые территории, в том числе достопримечательные места. А у нас же русский язык очень простой. Если есть достопримечательное место, значит, все остальное это недостопримечательное место. И появляются курбы, ноги, которые спокойно заполняют городское пространство, нарушая его исторические масштабы. Ой, извините, что я сделал? Еще одна такая забавная история, да? Мы очень долго говорим, что такое исторические поселения. Вот если посмотреть динамику, при советской власти было 115, потом наступила демократия, и у нас сразу стало 536, потом немножко снизилось до 400, да, почти до 495, а потом министр сказал, да хватит, за сколько денег есть, столько их будет. И у нас теперь исторические поселения, до июра, есть всего 41 штаб. Но беда-то другая, беда-то в том, что, к сожалению, извините, а что мы сделали для исторических поселений? Мы даже не для всех определили границы, не говоря уже о том, что главное не границы, а регламенты на этой территории. Потому что на сегодняшний день памятник очень часто раздражает населения, потому что вы говорите, я готов по вашим правилам действовать, могу я крышу покрасить в синий цвет? А ему говорят, нет, вам ничего нельзя делать, потому что вы не такойтесь на территории. Вот до тех пор, пока мы не научимся, чтобы за памятник билось и население, за того, чтобы для памятника и был интересен бизнесу, и чтобы мы могли спокойно заниматься ЖКХ, у вас ничего не получится. Вы должны четко расписать регламенты на тех территориях, которые знают. Когда человек может ориентироваться в пространстве и в своей жизни. Вообще-то, надо еще понимать, вы знаете, мы очень часто путаем среду, а ради кого мы проектировали, а ради кого мы развиваем города. Очень часто мы это делаем для того, чтобы обеспечить строительный комплекс. И я помню, когда я был крупным архитектором города Москвы, мне очень часто пили за то, что я не обеспечиваю безвоенную среду жизни инвесторов. Они нам, понимаете, счастье несут, а мы уберем палку в колеса, те памятники к аварктурии и охраны в зону ставим. А я считаю, надо держаться все на все, седьмой статистикой институции, Российская Федерация, где четко записано, что мы социальное государство, а главное, это улучшение качества жизни человека. Не народа, не людей, не массы, а человека. То есть каждого из нас. Почему я говорю об этом? Потому что есть два вопроса, которые касаются в том числе и памятников архитуры. Да что такое памятник? Это знаете, это как человек, только он большой, здоровый, может быть. А на самом деле он и ребенок, он без защиты. Он сам не может дать сдачи. За него должны сдачу, давайте мы. Мы должны его убегать. И первый вопрос, я считаю, что надо наладить, это безопасность памяти. Потому что, извините, да, и такое бывает. И не обязательно должны быть религиозные войны, и они обязательно должны быть ураганы. Это может быть просто наша человеческая глупость, как это произошло в Кандамонии. Когда мы потеряли замечательный памятник. Вы посмотрите на гену Кандамонии. Наверное, он теперь должен выглядеть так. И вот вам один пример. И считайте, мы выбросили тот бриллиант, ради которого мы уже делали то, чтобы туда приезжали люди и так далее, и так далее, и так далее. Но главное, чтобы люди, которые живут рядом с памятниками, уважали его и не боялись. А другой вопрос, там тот. И как для людей, это важно очень для памятника. Вот три вопроса, которые мы должны постоянно отслеживать, когда мы даже говорим про наследие. Первое, это рабочие места, о чем говорили предыдущие и выступающие. Второе, это связанность. И третье, это образ жизни. Не человека, а образ жизни, в том числе и памятника. Что я могу сказать про работу? Да никогда не сможет памятник обеспечить 100% обеспеченность населения рабочим местом. И это задача государства. Ведь у нас в большинстве случаев приблизительно пирамида в предположении государственных средств, она выглядит таким образом. Когда мы то строим школьные, то мы строим поликлиники, то реставрируем памятник. Но это все то, что затратно. А что вернет деньги в другой ситуации, если мы не будем смотреть, чтобы весь круг замыкался сам на себя, как я говорил ранее. Очень важный вопрос связанности. Особенно для нашей страны. Причем без связанности, если мы есть туристы, я помню себя в молодости, когда я там напался за одежью, мог в день проходить до 30 километров от одного деревянного высочества до другого деревянного высочества. Но это сумасшедший молодой маркетинга. А если нельзя добраться, если нет возможности связать между собой эти направления, очень важен вопрос связанности. И плюс интернет, который может заменить рабочие места в некотором случае в дальних районах. Это тоже надо решать. И вот, например, вопрос связанности. Например, возьмем Байкал. Я одно время занимался и от Пуцков, и я для себя, как жителей, Пуцков разделил на три части. Первый этап – охранители природы. Говорит, Байкал – не три человека. Чем меньше людей, тем лучше не Байкал. Настоящий рупытьяне говорят, а что нам Байкал? У нас вот так историю полную. У нас первого прокурса, у нас декабристы, у нас декабристы. И дети говорят, а может быть, я что-то попробую? Женили между собой эти два вопроса. Но если женили, то возникает интересный вопрос. Ведь Байкал – не ускоряю узкой, но ла-ла-ла-де. И здесь возникает соревнование. А кто из них ключ Байкал? А тот, кто наведет порядок в собственном городе и организует связанность с Байкалом. Вот тот и победит в этой ситуации. Еще один вопрос. Я сказал, какое понятие, как образ жизни, памяти. Отчего он идет? А я уверен, все города разные. И когда ты начинаешь проектировать, в первую очередь, ты должен понимать, а почему создался этот город. Для себя искусственно, я города все разведел на две части. Есть города, которые создали люди. Санкт-Петербург. Не только Петр. Мы можем назвать на каждой улице, кто ее придумал. А в Москве? Почему у нас кривой Сипцы и вражек? Это надо знать. Что была речь-то Сипка, которая текла вам ради. И тогда тебе становится понятно. А города все по-разному завивались. Города персейного типа. Если вспомнить Михаила Кудрявцева, оборонительные города, околоняемые трофеем, чем отличаемся, например, и ревские легионеры и наши первооткрыватели. Шли вперед, появлялся в форму, развивался город, а заводские поселения, а приморские образования, а если вспомнить курортные образования, у нас привские поселения и так далее. Вот я думаю, когда ты заходишь в глубь историю того или иного поселения, ты оттуда пойдешь в правильный образ жизни этого поселения. Ну, например, такая условная схема, как появлялись заводские поселения Урала или тот же гусь-кустальный, гусь-железный. В первую очередь, должна быть династия. Ну, хотя бы, чтобы один сын пошел в отца, и неплохо, если внук тоже будет в дедах, Расторгуевы, Демидовы, Строгановы. А потом что? Две реки, одна река большая, одна река маленькая, ставится за плоду, ставится за годы. И так появлялись замечательные города, поселки, например, Белимвай, за которыми мы сейчас боремся уже три года вместе с Уранцем. Вы представляете, что можно сделать? Вы представляете, что можно воссоздать полностью вот такое историческое поселение? Храм стоит только без двух голов. Храм, извините, начало 19 века. По легенде, даже Александр Первый селит был. Завод. Ну, трубы нету, стоит завод. Раздолбленный весь. Завод управления. Весь аваршавр сохранится. Вот мы сейчас третий год вместе с Долбовым, с Санкт-Петербурга, пытаемся, чтобы это стало примечательным местом. Подключили студентов уральцев, и они практически отработали уже проекты на реставрации тех домов, которые не являются политиками. Но интересно другое. Люди, черти как, обращались с этими зданиями. Ну, когда в них были студенты, стали обменять, когда стали рассказывать, и у население стало меняться отношение к этим зданиям. Вы понимаете? Правда, мой приезд оказался губительным. Когда президент Российской Гатеринбург, который приехал в маленький поселок, произошло две вещи. Первое. Все государственное, собственно, стало быстро приватизироваться. А вся частная собственность поднялась в цене. Люди подумали, мы из Москвы приехали, наверное, приехали, чтобы выкупить. Но есть же и другие примеры. Как Каштин, потрясающие города. Екатеринбург. Это все города заводские. Вот смотрите, на начало это все сохранилось. Если знаете, в Екатеринбурге. Вы знаете, здесь две сочетания, два сочетания. Это город-форт и одновременно город-завод. Вот так, чтобы маленькая река, запрограмм, и все-все-все. А есть другие, например, курортные. Так, в первую очередь, что нам нужно, чтобы были, соответственно, то, что лечат. Тот человек, который это обнаружил, начинается складываться в курортные города. У них свои истории сложены. Мне очень нравится, как сейчас работают в Железноводске. Потрясающий генеральный план, который был сделан в 19-м веке. Обходит город в двух направлениях. И сейчас молодой мэр и молодые ребята, архитекторы, они продолжают эту тематику. И мне очень понравилось, как они сработали. Кстати, Федорик сработали как архитекторы, еще честно. Не очень так было прорисовано. Но идея какая. Вот есть исторические части. А здесь начался советский период. Каскадная лестница пошла. И они это продолжают и уводят активность, активность в сторону. Они создают новый парк, причем называют его Штос. Недописанное произведение Лермонта, которое он ночью перед дуэлью писал именно в Железноводске. И делают курортный парк для людей традиционного и ориентации. Ориентации в отдыхе. А молодежь, чтобы она тоже приезжала, уводят в соседнюю территорию. Замечательный, конечно, город Миронт. Обязательно должна быть легенда. У Мышкина две легенды. Первая, Милославский заснул на берегу. Мышь провязала его по лицу. Он проснулся и увидел, что она его спасла от змеи. Ну и вторая, вот Шелик Свердлов родился там. Но эта легенда чисто мужская, но она очень действенная. Но благодаря этому, смотрите, полностью план Бицкова практически сохранен. Оба комбиноминанта сохранила их исторические. А самое дело, Мышкинцы хватает на мозгов сохранить исторические плоскости. Без всякого мощения и так далее, и так далее. Я считаю, это очень хорошим пример. Хотя жизнь у Мышкинцев, курорт, да вы понимаете, да? То есть, принесет какой. Пока ходят пароходы по Волге, они зарабатывают. Как перестали ходить, значит, надо готовиться к следующей навигации. Вот тоже потрясающие города монастырские, да? Ученики Сергея Радонежского пошли на север. А почему на север пошли? Татар туда не заходили. Еды полно. Хочешь медвежатинка, хочешь, и можешь вегетарианцем быть. И тишина, покой. Но разница тоже какая-то в городах произошла потом по жизни. Их же полно появилось в этих монастыриях. А судьба в городах была разная. Фераконт. Какое счастье, что оно находится у государства, а не у Кудря. Извините меня, да просит меня, Господи. Какое счастье. Соблюдается. Или в аналоге. Соблюдается все, что только можно. И это судьба города. А как мы садовгаем городом, Череповец. Основание у него было такое же. Два монахи пришли. Только потом в Ильинскую систему построили. Железную дорогу провели. И его полноцель заводили. Но может, все-таки надо подумать, как при генеральном плане Череповца постараться выделить ту зону, которая стала основой для всего этого города. Потрясающий город Зарайска. Потрясающий город Зарайска. Мы когда туда приехали, мэр мне шептом сказал, Александр Ильич, я знаю, вы из архитектора сумасшедшие, вы наверняка ночью пойдете к Кремлю. Не ходите. Мы, Зарайска, туристов и люди, мы морды бьем. Домоседы такие Зарайска. Понимаете? Но что интересно, если посмотреть, опять же, если мы смотрим историю, и что такое Зарайска, это многое, у него был слоёк, да? Ну, ясно, что вначале это был, соответственно, город Кремль, да? Это, кстати, рязанцы построили против противороскопонярска. И вот, если можно, я хочу еще одну вещь сказать, свои опасения. У нас из Советского Союза досталась хорошая новость. Золотое кольцо и серебряная жерень. А теперь это стало трендом. Отключите меня в золотое кольцо. Отключите меня. Колонну включили. Зарай включили. А может, это немножко другая жерень? Может, золотое кольцо, это Зарайская Русь. Это Владимиро-Суздальская княжесть. А Колонна и Зарайская, это другая история. Это история от рязанского княжества, а потом засечная линия. А может, нам делать новые маршруты, а не делать непонятки, которые путаются в истории? А после крепости поступил купеческий парадизм. Ушли же, ушли. Да, военные опасения. Это был богатый, хороший город. Но потом, собственно, интересная вещь прошла. Железная дорога прошла мимо. Дорогу спрепили мимо Зарайска. И он стал тихим таким местечком, где и родились те люди. Но у них были места предложения труда, которые не любят туристов. А может быть, это и есть плюс этого места? Может быть, это и есть плюс этого места? Но когда я увидел генплан Московской области, даже я увидел, что, оказывается, Зарайска, кроме туризма, является все еще площадкой жилищного строительства. Представляете, что это такое? Это просто моя студентка. Дело в Зарайске, я считаю, очень неплохо. Если можно, я хотел бы на этом кончить. И только скажу несколько слов. Все-таки памятник может быть драйвером. Да, конечно, может. Если рядом с ним есть те люди, которые его оберегают и которые стараются сделать так, чтобы он стал главненьким хотя бы на площади, хотя бы в каком-то ансамбле, чтобы каждая улица вела храм. Спасибо. Спасибо.